Привет! С вами я, Роман Казакевич. Это PlayOff. Вы узнаете о самых ярких событиях в спортивной жизни нашего региона. Мы знаем всё о спорте в Красноярском крае. Он покоряет мир бокса. В прошлом году он стал сильнейшим боксером чемпионата России. А этим летом взошёл на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата Европы. На тренировки прославленного красноярского спортсмена побывала Юлия Анашкина. Субтитры создавал DimaTorzok 13 лет упорных тренировок, стремление быть лучшим и вера в успех. Вот что сделала красноярского боксёра Александра Беспутина чемпионом Европы по боксу. Такого высокого звания в нашем крае не завоёвывал ещё никто. Александр одержал победу в весовой категории до 69 килограммов под спортсменом из Германии Араджиком Марутяном. Самый титулованный красноярский боксёр признаётся – турнирный путь был непростой. Как всегда, жеребьёвка меня не порадовала. У меня всегда на пять боёв по самой сложной жеребьёвке, по сложной ветке. Ну, вот так вот получилось. Ну, как говорят, чем сложнее путь, тем слаще победа. Но это не единственное золото, которое спортсмен привёз в наш край. Осенью прошлого года его имя узнали все. Именно тогда красноярский боксёр взошёл на высшую ступень пьедестала почёта – чемпионата России. Наши земляки не выигрывали его 12 лет. Беспутин одолел соперника из Москвы – Александра Иванова с разгромным счётом 15-9. Уверяя, не победить тогда он просто не имел права. Три года я не мог никуда поехать. Что-то не получало. Начинались вопросы, уже надо было доказывать. И вот на чемпионате России мы также доказали. Также жеребьёвка была сложная. Путь тоже нелёгкий получился. На чемпионате России доказали. Здесь уже все подтвердили. Да, и вот у нас в конце чемпионат мира, в конце года. И уже на нём мы поставим, я надеюсь, жирную точку в этом году. Способности Александра заметили ещё в раннем детстве. Он неоднократно побеждал на юниорских и молодёжных соревнованиях. Тяга к боксу у Беспутина появилась неспроста. Этот вид спорта самый популярный в родном городе чемпиона – Каменске-Уральском. Но всё же свои достижения он считает заслугой определённого человека. Со мной рядом всегда мой тренер. Это мой Ту. Алексей Спицын, заслужим тренера России. Он всегда со мной, на всех сборах, везде-везде со мной. Он один из моих секретов успеха. Чемпионат мира не за горами. Он состоится уже в августе в Алмате. Желаем Александру успеха и на этих соревнованиях. Ведь ему предстоит ещё одна серьёзная подготовка к Олимпиаде 2016 года. Начинающим бахтёрам вот такой бы я совет дал. Быть дисциплинированными – самое главное. И трудолюбивыми. А остальное всё придёт. Потому что на одном таланте сложно добиться успеха. Особый интерес к оружию заложен в генах сильной половины человечества. Практически каждый второй мужчина не прочь побегать с оружием в руках в поисках мишени. Благо разновидностей оружия огромное множество. Как, впрочем, и игр с его использованием. Сегодня речь пойдёт о страйкболе. Рассказывают наши коллеги из Минусинска. Аирсофт или страйкбол – что связывает эти понятия? А то, что это название относительно молодой и военно-тактической игры. До нашего города она добралась сравнительно недавно. Но уже приобрела последователей. Объединившихся и организовавших первый на юге края страйкбольный клуб «Ирбис». Мы хотим вообще под флагом «Ирбиса» сплотить все команды юга Красноярского края, Хакасии. Проводить большие игры, суточные игры, открытия, закрытия. Возможно, в перспективе, конечно, очень хотелось бы пригласить команды и с Красноярска, и ближайшие. Существенное отличие страйкбола от других видов игр в том, что это игра на честность. А все потому, что в качестве патронов используются 6-миллиметровые пластиковые шарики. Не стоит забывать и о том, что игра имеет возрастное ограничение – с 18 лет. А вот по половому признаку она не разграничивается. Все зависит от того, кому кто нравится. Автоматчики, они в основном ходят в атаку. Ну, я как девушка, так скажем, меньше движений стараюсь делать, и более точная стрельба. Поэтому я как-то к СВД. Особый интерес игры – это оружие. Со страйкбольными приводами спокойно по улице не походишь, так как они являются точными копиями настоящего боевого снаряжения. Так что, если захотите обзавестись собственным автоматом или винтовкой, следует посоветоваться с опытными людьми. Мы даже не знали, что такое страйкбол. Мы заказали приводы из США, просто увидели в интернете, заказали приводы в США. Пришло 4 привода, мы просто вчетвером бегали и играли. Узнали, что есть страйкболисты Ябакана, Черногорска. Ну и по чуть-чуть начали собираться, и наше количество увеличилось. В общем, лучше всяких слов понять, нравится вам эта игра или нет, можно только попробовав поиграть самому. Тем более, что обратившись к страйкболистам клуба Ирбис, вы можете сделать это в любое время. Не секрет, что BMX – вид спорта не только зрелищный, но и травмоопасный. Летом красноярский райдер и чемпион России по BMX Макс Чуприна получил травму спины и не смог представить страну на контесте NES 2013 в Англии. Сейчас Максим проходит курс лечения. Пожелаем ему скорейшего восстановления. Макс, мы с тобой. А пока у нас есть возможность насладиться сложными в исполнении трюками из лучших клипов Макса Чуприны за 2011-2013 годы. Смотрим! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Макса Чуприна. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok На этом все. Сюжеты, вышедшие в эфир, смотри на сайте программы playoff24.rf, а также на интернет-портале Вся Россия. Заходи в нашу группу ВКонтакте. Будем общаться. Смотри плей-офф. Будь в форме! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok